Я снова всех категорически приветствую. Продолжаем играть в Fallout Shelter Выживание. Я в промежутке заходил в игру. Вытащил второй коробок с роботом при помощи хитрого финта ушами. Есть методика быстрого получения, вернее открытия заданий. Вот, а также получил переноску с животным. Которое тоже было задание, висело с прошлого раза. Ну, плюс немножко пофармил денег. Больше ничего особо не делал. Вот, в этом выпуске сейчас будем проходить задание. На которое послали в прошлый раз двух парней. Вот, и будем достраивать убежище. Так, по среднему этажу у нас ездит робот. Шикарный, все собирает. Вот, кстати, финт ушами для того, чтобы быстро получать ланчбоксы. Ну, вернее, как выполнять некоторые задания. В основном на ланчбоксы они даются. То есть, бывает там задание, вот как с роботом было там, пережить без потери 12 атак кротокрысов. Делается ниже самого нижнего этажа, вот такая одна маленькая комнатка. В нее садится, например, два Сима. Самым лучшим оружием на данный момент. Вот, я сажал конкретно Иосифа и его друга Пятницу, Джо. Вот. И начинается непрерывное ускорение. То есть, пока не начнут происшествия происходить. Как только они начнут происходить в самом нижнем этаже, быстрее всего разбираются. То есть, самые слабые монстры здесь вылазят. Они практически без потерь их начинают там... Вот ты, елки-маталки. Пока рассказывал, действительно началось. Они начинают их там по-быстрому убивать. Вот. Сейчас я покажу даже, наверное, как. По-быстрому убивать, соответственно, проходят задания. Так, шо ж ты будешь? Шо демиду на дне следует? Пока съехали, неужели тут на все комнаты распространенности. Тараканы. Несчастные. Три таракана были. Да. В игре на выживание клювом не щелкает, как говорится. А, тут пока не дошли, уже просто ушли. Отлично. Так, или ладно, не будем терять время. Я думаю, я объяснил достаточно понятно. То есть, внизу делается одна комнатка. На два человека, тогда вылазит мало монстров. Я не слабый. Бах-бах, прошли. Бах-бах, прошли. Бах-бах, прошли. Таким образом, набивается нужное количество. Вот у нас теперь робот. И переноска. Так, открываем переносочку. О, попугай. Попугай, это классно. Они обычно к жизни там или к броне. О, сопротивление урону вернее, да. Отлично. Это в пустошь кого-то отправляет самое оно. О, и мистер Хэнди. Мистер помощник. Кстати, странно, что только мистера Хэнди дают. Почему не дают там мистера защитника, или как он назвал там, который с пушкой лазерной, там и прочие вариации. Там же было несколько вариаций от этого робота. Отдают только одного рабочего. Странно. Так, отправим его на этот этаж. Пусть он здесь у нас собирает. Что-то собирает, короче. Ой. Классно, случайно. Э, назад иди. Куда он побежал? Назад иди. Странно. Ладно, не будем. Грустно. Так. Поехали на задание. Опять ищем эту полу-слиер, или как ее там, полу-планкин. В общем, полу какую-то ищем. Непонятно, кто это, зачем это. Ну и ищем. Так положено. О, здание. Целое. А, это куда гули ее уволокли. Заброшенное здание гулей. Будем посмотреть. Что тут за страшные опасности. Таяться по углам. Пока шо никого. А вот и гулик. Ну, с таким оружием они их снесут на раз. Ой-ой-ой. Только у нас хилок нет. А вот это уже может создать проблему. Опять забыл дать хилки. А, в режиме выживания там уже, да. Серьезно подпортить игру. Так, у тебя уровень. Это здорово. Лучше пусть Стивина был уровень. Я надеюсь, мы тут хилку где-то найдем. А лучше бы две. Потому что может так случиться. Какая-нибудь неприятность. Интересно, здесь из боя можно убежать? Или нет? Сейчас посмотрим. Ну, рад тараканы, я надеюсь, нам проблемы не создадут. Хотя я уже ни в чем не уверен. Ничего себе не кусаются. Да, антирадин нам... То, что нам надо. Да-да-да, почти. Посмотрим, что здесь. Опять. Тараканы. Ну-ну. Надолго ли хватит? Так, я уровень пока не беру. Что в случае чего... О, хилка есть! У нас есть хилка. Целых две. Супер. Будем жить. Теперь я уже практически уверен, что мы дойдем... Это здание до конца. А, ну, в принципе, небольшой. Сколько тут еще? Четыре этажа. Четыре этажа, и все. И все будет хорошо. Так, подхилились. Гули нападают. Интересно, как они в рукопашную там столько урона наносят. Вот какое-то безумное количество. Так, давайте уровень возьмем все-таки. Антироген. О, и тут у нас уровень. Ну, здесь пока прибережем. Хотя у нас уже хилок полно. Давайте лучше снимем радиацию. Отлично. Идем дальше. Шмотки. Хабар ценный. Это хорошо. Если вы же и Медер Кола за мой счет. Да-да-да. Парни остро шутят по-заграничному. Что тут никого нету? Здесь кто? Опять гули. Надо же. Какое удивление. Кстати, тоже интересная такая странная история происхождения гули в Палауке. То есть, опять же, из этих вот якобы экспериментов. То есть, там где строили убежище, строили-строили. А потом в нем функционально заложили, что дверь в нем не закроется. Якобы это должно было помочь исследовать воздействие радиации на человека. Странное вообще. Странный подход такой. На земле... О, вы спасатели? Очень на это надеюсь. Я Мэнди Макинтош. Нас поймали дикие гули. Кажется, они собирались с нами закусить. Одна женщина, Пола Пламкин, сбежала. Она мой новый идеал. Пола не сказала, куда она направляется. Она говорила про какое-то убежище. Триста тридцать три. Очень много троек. Пошли с нами, красавица. У нас есть убежище и плюшки. Приходи. Вот. О, никакого. Отлично. Так это... Оба что я говорил? А, вот. Так это в некрополис потом, которое превратилось в убежище. Там где гули завелись. То есть, у нас как бы полная поверхность людей, которые попали под воздействие радиации. А, нужно строить специальное убежище. В нем специально не закрывать двери, чтобы это исследовать. Ну, то есть, какой-то, ну... Извините, мне кажется, это какой-то бред. Уже просто со всех сил. Вот. Это уже мы не касаемся того, что под воздействием радиации люди в гули не превращаются совершенно точно. Вот. То есть, можно было прикрутить какую-то историю поинтереснее. То есть, как с теми же супермутантами. То есть, что гули это... Производная от каких-то там экспериментов. Возможно, там бракованный эксперимент. Не знаю, как это сказать. А так как-то, ну, вообще бредово звучит, выглядит. То есть, таких бредовых мест в фаллауте достаточно много. Конечно, в основном, это просто, ну, как, фановые штуки. Вставленные, то есть, по приколу. Ну, иногда, да. То есть, это бывают такие, то есть, как бы... Полусюжетно-поворотные вещи, которые просто... Такое ощущение, что их выдумывал, какой-то там... Школьник, не знаю, младших классов. Такие придумки наивные. Вот, наивные. Придумал слово. Ого, тут там комната какая большая. Ничего себе. Большая комната и никого нет. О, ядеркола. Отлично. Так, ну что, возвращаемся домой. Девчонка с нами не пошла. Ну и ладно. У нас своих полно в убежище. Хабара ценного нахватали. Пора домой. Дома там тоже. Так, сколько вам будет? 22 минуты. Тань. Видите. Поможем роботу. Соберем. Так, 2500. Что нам нужно? Что нам нужно построить? Нам нужно построить... Качалки. Так, радиостудия. Радиостудию не будем пока строить. Нет смысла, мне кажется. Мы, в случае чего, размножением успешно поднимем количество людей. Кстати, насчет поднятия количества людей. Надо сейчас будет этим заняться. Давайте, чтобы не откладывать в длинный ящик. Так, гражданина Иосифа. К нему, вон, в подруге назначим Беверли какую-то. Вот. Его друга Джо. Тоже пусть помогает. Не отлынивает. Туда тоже он дорис какую-то. Так, что ж такое промахнулось. Так, давайте, чтобы в два раза не вставать, сразу им туда накидаем. Пусть они развлекаются. А, все у нас, кончились. Не, на харизму еще есть. Так, кто еще тут? Ай. Да что ж такое будешь делать? Что у меня с мышкой скачет куда хочет? Так, все. Все при деле. Отлично. А мы пока займемся другим делом. Так. Уберем камни. И будем строить, во-первых, для начала, тренажерку. Для того, чтобы качать силу. Сила один из важнейших параметров для электричества. О. Отлично. Тараканы вывезли. Всю, всю малину попортили. Негодяйские тараканы. К тому же, там у кого-то там любовь была. А, у Джодан. И тут на тебе. Такая неприятность. Так, сила, да, основополагающая, потому что... Ага. Все, деньги кончились. Я понял. О-о-о. Странник где-то. Где он? Вот он. Блин, за него что-то денег так мало дают. Восемьдесят, сорок, шестьдесят. Ты его ловишь, он там до тысячи давали и больше. А тут, нахер. О. Хилки. Хилок много не бывает. Так. Комнату с тренажерами. И сюда отправляем, да, молодежь всякую. Так, кто у нас тут? Молодежь. Чтоб они качались. Чем больше упорокаченные не будут, тем будет лучше. Так, четыре человека в большую комнату у нас набивается. Шесть. Можно еще двоих послать. Вот, например, их. Так, пусть они качаются. Пока они будут качаться, мы наберем денег и построим, наверное, комнату на ловкость. О, тут любовь-морковь, все дела. Отлично. А, тут. Вау. У нас завелись свингеры. Вот, тут прям видно, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Силуэты подсматривать можно. Ай-яй-яй. Да, уж, да, уж. Такого стечения я еще не наблюдал. О, кротокрысы. Как бы вовремя. И в нужном месте. Ха-ха-ха. Хорошо, что не раньше, а то опять бы пришлось все заново начинать. Вот, кстати, да. Что у нас тут по заданию? О, еще одну пару комнат объединить. Так, выполнить его. Что там надо бы нам построить? Не, у нас мало денег. Так мы не объединим. О. Сейчас девчонок, наверное, отправим. Поснимаем с них. И отправим так. Па-па-па. Работать. А сюда отправим новых девчонок. Тогда эту качаться сразу отправим. Даже так. Точно. Таким образом и поступим. Наоборот, их отправим. Вот. Все. Теперь у нас все хорошо. Давайте тогда таким образом поступим. Тут построим сейчас. Пока время на столовую для того, чтобы выполнить задание. О. Пожар это плохо. Создать шесть костюмов. Ох, его. И ланчбокс дают. Ну, чувствую, так и придется. Так и придется. Нам строить сейчас завод по производству чего там? Оружия? Костюмов? А, не, костюмов. У нас, по-моему, еще даже не можем построить его. Ну, в общем, когда-то придется его строить. Да, вот оружейная есть. А мастерская костюмов еще нет. А, не, подождите. Построить мы можем, у нас денег не хватает. Вот ее. Все, заплитык языкается. Совсем зарапортовался. Так, продолжаем размножение. Этих пока сюда. О, это глюк поймала. Ничего. Ну, в общем-то, наверное, на этом все. Вот. Я тут пока пофармлю денег, поразмножаю жителей. Вот. А в следующей серии мы снимем, как мы пойдем на новое задание. И, наверное, я проапгрейджу таки обсерверную. То есть, комнату смотрительную. Чтобы мы могли отправлять еще одну команду на еще одно задание. Вот. И чтобы мы по два задания за заход делали. Мне кажется, это будет гораздо интереснее, чем одно. Вот. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.